Не искать, прятаться самим. Такую задачу перед будущими волонтерами-спасателями поставило зачетное занятие. Студента физкультехникума Владимира Филина, по легенде, придавила шифером, под которым он делал селфи. Говорит, волонтер и подался по зову сердца. Помогал, получается. Бывало, даже денежными средствами помогал, переводил. Ну, небольшие суммы, но все равно. И также смс распространял. Тоже постоянно, когда в Инстаграме, в Одноклассниках, в WhatsApp присылают, тоже стараюсь помогать. В этот раз помогать волонтерам не пришлось. Первыми на поиски потеряшек отправили псов. Матильда, давай, ищи людей. Ищи. Матильда в Благовечность приехала из Московской области. За свои два с половиной года обошла не один километр Преамурья. Участвовала в поисках пропавших в Зейском районе, но в завалах теряется до сих пор. Мусор, отвлекающих много факторов. Там стекло битое, там стекловатое, мусор всякий. И самим тяжело. И собакам после каждых, не то что там работы, после каждых занятий у нас травмы всякие, порезы бывают. На учениях Матильду выбила из колеи не травма. Большое количество людей и видеокамер. Собака забыла про оповестительный лай. Чтобы такого не произошло при реальном ЧАЭС, на учениях потерявшиеся дают псам лакомство за поданный голос. Учат работать с животными и волонтеров. Например, держаться за собакой, чтобы не сбить ее с толку. Спрочем, познакомили на занятиях. Они изучают нормативную правовую базу, которая касается именно волонтерского движения. И то, что касается осуществления поисковых мероприятий. Они изучают топографию. У них есть в программе обучения вопросы психологической подготовки, соответственно, и оказание первой помощи. Обучение уже прошло две группы волонтеров. Больше 40 человек. В этом году центр выпустит еще сотню. Чтобы у полиции и спасателей было на кого положиться. Кристина Коширина, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».